друзья всем привет приветики с вами снова илья сергеевич я про вас не забываю вы думали что меня где-то уже убили забрали у мой канал и не дают там выставлять видосы но нет к сожалению все намного банальнее я просто сейчас занят и к сожалению не могу снимать и выкладывать столько видео сколько бы мне и вам хотелось бы у нас так заметно похолодало и так хотелось бы сейчас поехать куда-то в теплые края но к сожалению у меня нет такой возможности и с лёшей крыловым как вы уже поняли я не поехал но но у меня есть специальный корреспондент который как раз поехал в египет и он согласился мне помочь чтобы сделать для вас контент я попросил чтобы он рассказал мне где он поселится показал номер отель показал там территорию вот моего корреспондента зовут роман он поехал в пятизвездочный отель hilton waterfalls resort отель 5 звезд стоимость тура на двоих взрослых плюс один ребенок 1080 долларов то есть если это было бы двое взрослых там было бы 1000 долларов за ребенка еще надо доплатить там до двух лет то есть там без места в самолете просто входной билет в самолет плюс страховка 80 долларов за ребенка получилось вот и на двоих взрослых это 1000 долларов на 7 ночей пятизвездочный отель но отель я так понимаю это какой-то старенький но пятизвездочный и так не судите строго моего корреспондента потому что он не блогер не оператор может быть он там не очень снимает но все равно поддержите его пожалуйста лайком и приятного вам просмотра вот он терминал оставил машинку на парковочке 100 гривен суточки идем в аэропорт заполняют иммиграционную и идем на паспортный контроль вы знаете что ваш рис это 4 рис и время вылетов поменяется много поэтому тебе надо встречать вашего отельного вида чтобы дать вам информацию я встречи пожалуйста принесите с вами обратно в апеллет ваучер и паспорта ручку страховка по поводу страховка он будет тебе сказать как можно использовать их по поводу шармашек у меня короткая информация шармашек это красного моря не самый лучевый курорт мы можем развалять такой город на три важные района не мапай старый город и не находится самый красивый развлекательный развлекательная площадь в конце я хочу предупреждать нельзя пить воду из-под крана это очень вредно вы можете видеть рука это овощи фрукты но пить воду из-под крана нельзя не покупать не покупаться вечером ночью вечером ночью на море или в бассейне не выступайте пожалуйста в никакие финансовые сделки перед до вашей встречи с вашим отельным гидом чтобы вас не обманули сохраните пожалуйста ваши ваши ценные вещи и деньги в сейфе в вашем номере ну вот короче отель называется hilton water resorts 5 звезд добрались мы наконец-то до него такой с виду вроде помпезный смотрели на сайте конечно типа ремонтик старый был он еще построен в двухтысячном реконструирован в 2003 ну с виду такой вроде ничего красивенький такая колоннада тут водопадик всякий сейчас реально не работает но ездит на стильщики вот а вот он а хилтон шарм waterfalls ресортс вот он вот он вот такой ресепшн тут уже нас что оформляют ждем номера тяжеловато немного за этим заселением вот он холл такой неплохой дали нам уже и wi-fi интернет чуть-чуть мы даже поели хотя говорили типа деньги надо платить деньги вот снизу тут столовочка шведский стол основной ресторан ну вот наконец-то получили мы свой долгожданный номер ждали мы его сколько походу 63 или 4 говорили нам что есть номера только с односпальными кроватями хотя у нас вроде двухспальных хотите вот берите типа вам предлагаем делюкс с видом на море обычно за него мол доплачивают 20 баксов а мы с вас возьмем типа 10 баксов за ночь за ночь еще 10 баксов доплатить при том что вся путевка стоит 500 баксов еще доплатить и 70 ну мы поторговались все что конечно у них выторговали это вышло 60 баксов доплатили еще за этот молдый люксовый номер в соседе кстати мы еще с одной семьей уже оказался свет не работает мы посмотрим что у нас здесь ванночка вот такое она получит чуть-чуть что-то грязные какие-то подделочки ремонтик конечно старенький что-то тут так все наляписто заляписто какую-то трещину заделали что-то пакетик не надо наверное ну что тут фен есть он работает на фен и он работает такой фен интересной конструкции сначала нажимаешь кнопку питания и потом нажимаешь чтобы он бы тоже работал как мы стыкались вот летом были в Коблево то уже знаем бы тогда мы сразу и не разобрались ну что тут у нас такое все как-то сделано конечно похабненько ну старенько видно да ремонтик давно не обновлялся света что-то тоже как-то катастрофически мало если в ванну залазишь даже лампочки нету над ванной что-то непонятненько что у нас тут ванночка посадим ну ванночка вроде чистая ну вот видно что такие-то следы чернюхи какой-то непонятные потолок тоже сделано не важно ну в общем так что сказать в этом слове просто старенький отель старенький номерок полотенечки лежат что у нас тут вода снимается вот тут есть дополнительное биде подкупаться подмыться типа вентиляция по идее должна работать вот зеркальце туда-сюда так шкафчик утюг владельная доска вешалки сейф шкафчики тоже короче такие древние и преддревние видно он уже скоро развалится такие вот у нас наверное из советского союза им поставляли какой-то запашок своеобразный присутствует так что тут у нас еще посмотрим кондиционер работает вроде да лампа лампа работает но тоже у каких-то белая лампа интересно интересно столик такой же для потопленки чайничек есть стаканчики можно чай заварить телевизор о такой телевизор у нас дома стоит тоже древний ну то он не страшно делить к нам не надо холодильник есть маленький шо он только не работает или шо как-то его или недомыли или шо ну шо это такое грязнюка грязнючая это тип 5 звезд 5 звезд что такие-то черные пятна так лампы тут тоже вот смотрите ржавчина покрылась уже бедная лампа сколько ей лет тут уже заржавела ну и короче цинус этого номера это типа вид пособие что у нас расскажет вид на море выходим сразу на бассейн и вон типа видим море из-за этого удовольствия доплатить типа еще 60 бакс ну типа нам-то главное была кровать потому что мы с маленькими надо чтобы кровать была большая бы он с нами спит из-за этого как бы пришлось брать этот номер вот сел на диван и ощущаю что под рукой какой-то песочек немного тут сворачивается тоже не очень интересно конечно коврик такой смешно столик вроде более и что-то уже какие-то проблемы с ключом не могу открыть ключ дверь ключом вот еще лампа кстати заметил будильник еще даже есть какой-то часы будильник и лампа такая тоже древненькая прилетели нормально все вроде вовремя четко и без задержек приехали сюда мы в 6 утра прибыли в аэропорту где-то в 7 начало восьмого были уже на ресепшен сказали нам заселяйтесь время заселения с 12 браслетики будут с пол 11 и тогда вы можете пойти покушать хотите мол покушать идите в ресторан 7 долларов с одной персоной но мы зашли типа так себе на морозе сели потом все таки все равно взяли в этом покушать нам подошел какой-то этот человечек там управляющий говорит надо платить я могу или не знаю нам сказали бесплатно он пострел такой ну ладно давайте заплатите типа за троих 7 долларов всего за троих не за одного за троих ну в итоге мы таки не заплатили вообще ушли на морозе потому что за что им платить мы приехали в шок они должны нас принять покушать дать и так далее и тому подобное а мы еще ждем номер в итоге еще ждали до полу до 11 говорит еще номеров нету номера только с двумя одинарными кроватями что нам естественно не подходит не нам не товарищем ну именно вот это решили запутать предложили это типа люксовый но делюкс с видом на море отличается все лишь он тем что он типа с видом на мой другой типа чуть меньше размерами две раздельные кровати ну посмотрим посмотрим типа к морю близко люди говорят море теплое будем купаться радоваться наслаждаться сейчас идем на обед так что дальше продолжим съемочку попозже на полу на ковре тоже какой-то мусор присутствует даже Никите не нравится лазить какой-то мусорец розеток конечно тоже тут мало лобошел одно но в нее зарядка не влазит интересный факт это что-то в ней какой-то посторонний предмет находится есть еще пару розеток которые тоже стыкнута лампа свободных розетки получается две вот какая столовая воробушки летают где-то ворона какает в таком naive ворона как ворона как ворона как ворона аааа оаа волон ливо ты лучше все ворона не Chinese Субтитры сделал DimaTorzok